МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководители федерального и региональных министерств спорта, но и именитые спортсмены и тренеры. Чувашую, родину своего прадеда, герой Советского Союза Александра Кочетова, мечтает посетить и олимпийская чемпионка Адалина Сотникова. Об этом она рассказала нашей съемочной группе, которая побывала на ее тренировке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для учащихся тренеров и работников ЦСКА это выступление было особенно волнительным. Каждое движение олимпийской программы спортсменка отрабатывала на их глазах. Эту победу нужно закатать в лед, предложила техническая служба тренировочного катка сразу после катания Адалины. Целую историю он срезал лед, клал баннер туда, потом заливали несколько раз. То есть это очень длительный процесс. Теперь эти семь букв на льду напоминают девчонкам и мальчишкам, что все в их руках. И именно здесь растут победители. Впрочем, для самих олимпийских чемпионов на катке нет никаких привилегий. Тренировки по-прежнему 6-7 часов ежедневно. И все это время за каждым ее движением следят юные спортсмены, которые, так же, как и Адалина, обещают взять золото на Олимпийских играх. Через 8 лет? Да, через 8 лет. Хотите-то просто хотеть, а если постараться? Да, если очень сильно стараться, надо... Тренироваться? Трудиться, тренироваться. Сказала Аделина Сотникова, чтобы стать чемпионом, надо трудиться и терпеть. А для самой Аделины пример для подражания ее прадед, уроженец города Алатарь Александр Кочетов. У меня просто всегда в голове было то, что мой прадед – герой Советского Союза, и он пошел на войну в очень молодом возрасте. И я должна была подтвердить статус. В Алатаре остались дальние родственники, а в Чебоксарах живет тетя Аделины, у которой в детстве они не раз гостили. О нашем городе у спортсменки остались самые теплые воспоминания. В глубоком детстве я с семьей каталась на катамаране на Волге. Помню вот этот момент. Ну, естественно, как мы отдыхали, гуляли там около дома, на площадке. Это только то, что я помню, когда была в Чебоксарах. Аделина Сотникова, несмотря на занятость, очень хочет посетить Чебоксары и очень надеется, что удастся приехать в дни форума. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.